Хоккеисты Локомотива погибли в авиокатастрофе. Без сомнения, это одна из самых обсуждаемых тем уходящей недели. В среду самолет Як-42 на борту находилась хоккейная команда Локомотив, потерпел крушение после взлета из Ярославского аэропорта Туношно. Из 45 человек, находившихся на борту, выжили двое. Член экипажа Александр Сизов и нападающий Локомотива и сборной России Александр Галимов. При этом у судна, на котором команда вылетела в Минск на свой первый матч в новом сезоне, оставалось три недели до истечения срока эксплуатации. Президент Федерации хоккей России Владислав Третьяк после трагедии под Ярославлем заявил о намерении отказаться от услуг самолета марки Як-42, который до сих пор также использовался при перевозке национальной сборной страны. В связи с трагедией старт хоккейного сезона отложен. Встреча Череповецкой Северстали с Нижегородским торпеда, запланированная на 10 сентября, перенесена на 12 число. В Череповце очень остро восприняли известие о катастрофе под Ярославлем, в которой погибли хоккеисты и тренеры хоккейной команды Локомотив. Праздник открытия хоккейного сезона был омрачен. В день трагедии в фойе Ледового дворца любой желающий мог оставить запись с соболезнованиями в специальной книге. Стартовый матч чемпионата молодежной хоккейной лиги в Ледовом дворце отменять не стали, но болельщики пребывали в шоковом состоянии. В фойе дворца царила тишина. К табличке с надписью «Локомотив» возлагали цветы, оставляли записи в книге памяти. Оказать готовую любую помощь этому клубу в пределах нашей компетенции, вплоть до того, что вчера прозвучала инициатива помощи и формирования этой команды. Мы сегодня также с главным тренером обсуждали этот вопрос с представителем координационного совета. Мы и в этом готовы оказать помощь. Потеряли друзей, близких. Это очень больно, печально. Самое главное, знаете, еще потеряли такую, знаете, вот действительно команда «Локомотив». Вот «Локомотив» был всей нашей лиги. Это была элитная, я считаю, команда, которая шла впереди очень с серьезным, приличным менеджментом. Вообще организация была очень высокого уровня. Очень жаль. Очень жаль, очень больно. О других значимых событиях недели в нашей традиционной рубрике «Обзор прессы». Здравствуйте. Дикая история произошла во Владивостоке 1 сентября, напоминает труд. Четыре шестиклассницы решили отметить начало учебного года пикником с водкой среди гаражей. Продавцы соседнего магазина продали явно несовершеннолетним детям две бутылки водки, шесть алкогольных коктейлей и сигареты. И не мучились угрызением совести. В результате одна из девочек впала в алкогольную кому и ее еле откачали. Такие истории происходят сплошь и рядом, как само собой разумеющиеся. И в результате наши дети, по статистике, начинают регулярно употреблять алкоголь с 11 лет. Что мы должны делать, чтобы уберечь детей от алкоголизма? Причин много, но главный из них это в искаженном представлении о понятиях свободы, это идет в нашем обществе, как о вседозволенности, в принципе, вот так получается. Так, что не запрещено, то вообще разрешено. С ноября этого года россияне увидят, за какие коммунальные услуги они платят. В почтовые ящики начнет приходить максимально подробная платежка, сообщает московский комсомолец. Подробный отчет это, конечно, хорошо, однако после получения квитанции между соседями могут начаться настоящие коммунальные войны. Яблоко раздора – разделение платежей за свет, воду и отопление на индивидуальную и общедомовую составляющую. Надо просто вводить учет в каждой квартире, то есть ставить счетчики. Если люди не имеют достаточных средств на это, то есть низкие доходы, значит делать это за счет муниципалитета. Для России настал переломный момент. Чиновники предлагают разрешить платные медицинские услуги в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Этот вопрос практически решенный, пишет московский комсомолец. Председатель общероссийской лиги пациентов Александр Саверский считает это катастрофой и окончательным обрушением того хорошего, что осталось у нас от медицины. У нас уровень оплаты медицинских услуг уже приходит к 50%. В Европе 25% медицинских услуг оплачивается населением. Есть, понимаете, вещи такие, достижения цивилизации, которые ни в коем случае нельзя как-то упускать. Это бесплатное здравоохранение, это бесплатное образование, это пенсионное обеспечение, это социальная защита. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша Вологодская область полна настоящих чудес. Вот чем, например, не чудо Кирилло-Белозерский монастырь? Его видно издалека, величественные белоснежные стены. Каждый раз удивляешься, как же это смогли построить в стародавние времена, когда не было ни строительных кранов, ни современных технологий. Как же все это могло сохраниться целые века? Теперь перед нами стоит задача сохранить чудо для будущих поколений, чтобы и наши потомки тоже могли смотреть на монастырь и удивляться ему. Сейчас в Успенском соборе идет реконструкция, а возле него работают археологи. Это правило. Перед тем, как здесь начнут хозяйничать строители, проверить, не осталось ли что-нибудь очень ценное в земле. О чудесных находках расскажет Юлия Махова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это делаем валюту над окнами. Это из старинного кирпича, большомерного. Один кирпичный завиток, а целый день работы. Потихонечку, по чуть-чуть, неверный удар, рисунок смазан. Так и реставраторы работают церковью Петра и Павла в Вологде. Так и по всей области в древних храмах стучат сегодня молотки. Вообще на территории Вологодской области в этом году идет достаточно большой объем реставрационных работ. Если говорить по объектам вместе, то, что идет через федеральное финансирование, областное финансирование, частные инвесторы, это более 50 объектов. Успенский собор был построен в 1497 году. Своими размерами он превосходил не только северные храмы тех лет, но и московские. Так всем туристам и рассказывают экскурсоводы. За свои размеры Успенский собор получил еще одно название – Великий. А ведь строили его каких-то пять месяцев всего. И было это полтысячелетия назад. Полтысячелетия реставрационных работ в комплексе здесь не проводилось. Лишь по экстренной необходимости латали дыры. Рамы изготавливаем, изготовлены все из дуба, с настоящими стеклопакетами, но сделаны все по типу, по старому образцу. Настоящие рамы древние уже не подлежали реставрации. Эту труху выкинули с мусором еще в советские времена. Ставят теперь дубовые. Но первым этапом, наконец-то, комплексной реставрации Успенского собора стал теплый пол. Пол с подогревом сделали и теперь без прежнего содрогания. Хранители подходят к датчикам влажности и температуры. Вот сегодня влажность 80%. Такая и фрески, и сами древние стены не убьет. Успенский собор очень долгое время жил без какого-либо подогрева. Поэтому можно сказать, что и кирпич, и живопись привыкли к условиям повышенной влажности. Поэтому вот такой пограничный показатель даже более полезен, чем ежели бы здесь было сейчас 50 или 40%. Собор еще долго предстоит приварить в чувство. Влажность снижает постепенно. На это работает реставрация фундамента, которая вот только началась. Но прежде под стены собора был призван отряд археологов. Строители уже в затылке им дышат, торопят их. Но там же столько интересного в земле. Мы изучаем те участки культурного слоя, которые будут разрушены строителями. Иначе, если мы их не изучим, их просто не станет. Посмотря по состоянию самого дерева. Оно вот сейчас очень мягкое, поэтому его целиком, скорее всего, не удастся достать. Это не какое-то бревно, это колода, то есть гроб, выдолбленный в стволе дерева. Монастырский некрополь здесь. И археологи работают буквально на костях. Этой колоде гроба больше полутысячи лет, при том, что она залегала в довольно влажной почве. Здесь близко пролегают грунтовые воды. Состояние довольно хорошее. А кости сейчас рассматривает антрополог. Позже они будут перезахоронены. Будет поставлен крест и отслужен молебен. А те монахи, что 500 лет назад хоронили товарищей своих и могилы рыли, сами того не ведая подняли и более поздний пласт века смешались. И археологи сейчас находят здесь такое, что и представить не могли. Этой керамике где-то 7 тысяч лет примерно. Первые люди здесь появились примерно в пятом тысячелетии до нашей эры. И чтобы найти это, археологи пальцами перебирают каждый мокрый ком земли. Но строители все же стоят над душой. И у них уходит время. Пока погода позволяет, им нужно приступать. Да и булыжные валуны фундамента своего часа слишком долго ждали. В свое время, когда они собирались, была выкопана траншея, они укладывались сюда. Между ними прокладывалась известь. На сегодняшний день как бы все вымывается, так как грунтовая вода подмывает весь фундамент. Вымывается, начинает появляться трещина на этом, на соборе, на самом. Реставраторы вычищают грунт и ручным инъектором, таким строительным шприцем. Делают фундамент около цемента. Раствор закачивают между валунами. Одновременно работают каменщики. Восстанавливают кладку. И советскую цементную штукатурку долой. В старину на извести делали раствор мастера. По крепости он не уступает современным. Кирпич приедет, гниет, не дышит. И все это отбили, весь цемент. И сейчас будем делать настоящую обмазку. А вот центральный барабан уже отштукатурен для росписи готов. Только восстановление фресок займет годы. А вот архитектурную реставрацию собора планируют закончить уже в следующем году. Если полтысячелетия назад само строительство Успенского собора по тем ценам обошлось в 250 рублей, то реставрация стоит миллионы, сотни миллионов, если брать в расчет, всю область с ее уникальными церквями. В Белозерске выполняются работы на трех объектах. Это собор Спаса Всемилостливого, собор Спаса Преображенский и Красный мост. Дальше работы выполняются в городе Тотьме на Спасово-Суморенном монастыре. Помимо всего прочего, в настоящий момент уже завершены этапы ремонта реставрационных работ на объекте памятника федерального значения. Это Горецкий женский монастырь. Очень великолепный, интересный объект. Открыты купола, сделана вычинка. То есть посмотреть просто интересно, огромный объем работы. На что способен человек ради любви? На самом деле на многое. Кто-то пишет перед окнами «Маша, я тебя люблю», кто-то выкладывает цветами огромное сердце, кто-то прыгает с парашютом. А что можно сделать ради любви к собственным детям? Может быть, создать сказку? Так и решил житель Усть-Кубинского района. Для любимой дочери он создал зоосад с райскими птицами, енотами и кроликами. В необычной сказке побывала и Александра Артамонова. Вот такие у нас маленькие, забавные зверушки. В этом домике, как в теремке, дружно живут и хорьки, и кролики всевозможных мастей и размеров. На верхнем этаже – крольчиха Фрося, ниже – ее многочисленное потомство. Эти кролики – породы великан, раза в два больше обычных. Именно они стали первыми обитателями экзопарка. Его хозяин Юрий 8 лет назад решил создать на своем участке сказку для дочки Ники и начал коллекционировать животных. Но Ника выросла и уехала учиться в Вологду. Опрятать такую красоту от всех соседи не позволили. Дочка повзрослела, скотина много, да и люди у нас, можно сказать, под калитку, калитки, там ворота открыты, заглядывают. Вот решили открыть. Потом появились и другие животные – лесные жители, лисы черные, бурые и еноты. Все звери стали ручными и с удовольствием берут еду из рук. Еноты в экзопарке уже старожилы. Пять лет назад совсем маленькими их привезли сюда из Сиамжинского района. В дикой природе они ловят мышей и едят рыбу. А здесь пристрастились вполне человеческой еде и с удовольствием едят сосиски. Два раза в день – кормим утром и вечером. А им сосиски нельзя. По два ведра специального корма уходит на пернатых в день. Витамины, минералы и питательные вещества – все необходимое для того, чтобы перья птиц играли яркими красками. Есть в этом корме. Королевские алмазные фазаны, курочки-цезарки и индюки – все его едят без капризов. А вот для семьи павлинов отдельная комнатка. И главное в ней – самка. Без нее павлины шагу не ступит. Вот такая семейная идиллия. Сейчас брачный сезон окончился, поэтому полутораметровый роскошный хвост павлина просто выпал. Но поверх серых уже начинают расти разноцветные перья. И это не только для красоты, а для того, чтобы самочка обратила на него внимание. Открывает свои хвосты и устраивает танцы. С хвостом еще бьет перьями и танцует перед ней, заигрывает. Перьями бьет аж, ну, как веером женщина. Спой. Птичка. Большинство обитателей экзопарка не местные. К примеру, лис привезли из питомников Подмосковья. Фазаны приехали из Твери. Некоторых зверей приносят охотники. А есть и такие, для которых экзопарк стал буквально спасением от верной гибели. А эти белочки местные. Четыре года назад здесь прошел ураган, который повалил дерево, на котором и был домик белки с бельчатами. Чтобы крошечные малыши выжили, их даже пришлось выкармливать молоком. Теперь же для них построен специальный домик с большим количеством лесенок и перекладин. И этот вольер самый любимый у маленьких посетителей экзопарка. А по соседству уже готовят место под другие вольеры. Там поселятся новые обитатели экзопарка. Зверей хозяин ищет постоянно через объявления. И чем экзотичнее они будут, тем лучше. Буршуков, думаю, будут. Будут по весне, думаю, брать страусу. Не берем зимой, потому что надо подготовить площадку, домик. Вся осень и зима пройдут у хозяина в хлопотах о питомцах и подготовке к зиме. Заготовить достаточно сена для кроликов, проверить, насколько утеплены домики у птиц и белок. Построить и оборудовать вольеры для барсуков и страусов. И ждать следующего лета, когда дочка приедет сюда на каникулы. Продолжение следует... Виктория, а что для тебя стало самым значимым событием этой недели? Конечно же, приезд Владимира Путина в Череповец – это самое яркое, положительное впечатление. Ну, а самое печальное – это ужасная трагедия под Ярославлем. А для тебя, Александр? Для меня, думаю, тоже авиакатастрофа с ярославскими спортсменами. Новая неделя подарит новые события. С вами были Александр Соколов и Виктория Пименова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова